Я люблю тебя. I love you. Sleep it is. Go be zillowashitem. Ti amo. 14 февраля во многих странах отмечают День Святого Валентина. Хотя это не русский праздник, у нас тоже люди пишут друг другу валентинки, говорят комплименты, приглашают на свидание. Сегодня мы с вами поговорим о том, как признаться в своих чувствах на русском языке. Также вы узнаете, как в России влюбленные называют друг друга. И я поделюсь подборкой русских фильмов о любви. Вы на канале I love Russian. Меня зовут Даша. Я преподаватель русского языка как иностранного. Обязательно подпишитесь и включите уведомления, чтобы не потерять мой маленький, но полезный канал. Если вы хотите узнать информацию о моих частных уроках, переходите на мой сайт. Ссылка будет в описании. Ну что, поехали! Как я уже сказала, в России отмечают День Святого Валентина, но не все. У нас также есть свой праздник, свой День влюбленных, который называется День Петра и Февронии. Мы отмечаем его 8 июля. Кто такие Петр и Февронии? Петр это муромский князь. Однажды он очень сильно заболел, и вылечить его могла только крестьянка по имени Феврония. Петр обещал ей жениться на ней после своего исцеления, но слова своего не сдержал. Через некоторое время он снова заболел. Феврония снова его вылечила, и уже потом они поженились. Они прожили долгую жизнь, прошли через много трудностей, но всегда оставались верны друг другу. И 8 июля 1228 года они умерли в один и тот же день, в один и тот же час. Вот такая история. На мой взгляд, сейчас в России более популярен День Святого Валентина, а не День Петра и Февронии. Может быть, когда-нибудь это изменится. Ну а сейчас давайте уже посмотрим, как можно признаться в любви по-русски. Я думаю, что вы все отлично знаете фразу «Я люблю тебя». Это предложение можно сделать ещё более романтичным. Например, я сильно тебя люблю. Я люблю тебя больше всего на свете. До смерти значит очень-очень сильно. Например, мы также можем сказать Как ещё можно признаться в своих чувствах? Обратите внимание, что здесь я говорю о своих чувствах в дательном падеже «мне», а не в именительном. Здесь важно, что другой человек «ты» заставляет меня чувствовать себя таким образом. «Ты мне нравишься», «Ты мне очень нравишься», «Ты мне безумно нравишься», «Я нравлюсь ему», «Он нравится ей», «Она нравится им», «Они нравятся вам». Понимаю, этот глагол взрывает мозг. Намного легче сказать «Я обожаю тебя», «Я обожаю тебя». Обожать можно не только самого человека в целом, но и его определённые черты. Например, «Я обожаю твои красивые глаза», «Я обожаю твой смех и твою улыбку», «Я обожаю твои веснушки». Если вы совсем недавно встретили человека, от которого у вас бабочки в животе, вы можете использовать глагол «влюбляться», «влюбиться в кого?». Например, парень говорит «Я влюбился», «Я влюбился», «Я влюбился в тебя», «Я влюбился в тебя по уши», «Я влюбился в тебя по уши». Девушка говорит «Я влюбилась», «Я влюбилась», «Я влюбилась в тебя», «Я влюбилась в тебя по уши». А сейчас я дам вам несколько фраз, которые меня немного бесят, но мы их часто можем услышать. Например, «Я не могу жить без тебя», «Я не могу жить без тебя». Мне не нравится эта фраза, потому что, на мой взгляд, она больше отражает созависимые, а не гармоничные отношения. Мне кажется, хорошо, когда мы можем жить друг без друга, но выбираем быть вместе, потому что так наше счастье удваивается. Ещё одна фраза, которая меня бесит, это «Ты моя половинка», «Ты моя половинка». Я даже не знаю, как это прокомментировать. Я не хочу быть ничьей половинкой, я самодостаточный человек. Может быть, вы подумаете, что я неромантичная, но это не так. Есть фразы, которые мне действительно нравятся. Например, «Ты много значишь для меня». «С тобой я становлюсь лучше». С тобой я становлюсь лучше. У тебя отличное чувство юмора. Спасибо судьбе за то, что в моей жизни есть ты. Эти фразы мне нравятся намного больше. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а какие фразы нравятся вам. А сейчас я расскажу вам о том, как в России любящие люди называют друг друга. Я разделила прозвище на несколько групп. Первая группа нейтральные слова. Например, дорогой, дорогая, любимый, любимая, родной, родная, милый, милая. Вторая группа, я называю её зоопарк. Прозвище для девушек. Зайка, зая, зайчонок. Рыбка. Мышонок. Котёнок. Киса. Кисуля. Конечно, некоторые из этих прозвищ можно дать и парню. Например, зайчонок, мышонок. Прозвище для парней. Медвежонок. Медвежонок. Ёжик. Тигр. Тигрёнок. Лев. Львёнок. Я думаю, что этого достаточно. И третья группа, это слова, которые я не смогла никуда определить. Например, солнце, солнце, солнышко, солнышко, солнце, солнышко. Малыш, малышка, малыш, малышка. Душа моя, душа моя. На самом деле, мне очень нравится последний вариант, но пары редко его используют. Я думаю, что для многих это прозвище звучит старомодно. А сейчас переходим к подборке современных русских фильмов о любви. Если вам нравится старое кино, напишите, пожалуйста, мне об этом в комментариях, и я сделаю ещё одну подборку. Серебряные коньки. Действие фильма происходит в Рождественском Петербурге в 1899 году. Матвей, сын фонарщика, влюбляется в девушку Алису из обеспеченной семьи. Это красивая, сказочная история, которая отлично подойдёт для вечернего просмотра. Питер и Фэм. История о двух молодых людях, которые до конца не понимают, что им нужно в жизни. Их сводит случай. Маша теряет телефон, а Максим находит его. Фильм точно оставит у вас приятное впечатление и заставит улыбнуться. Особая ценность этой кинокартины показаны и места Петербурга. Легенда номер 17. Фильм рассказывает о жизни советского хоккеиста Валерия Харлавова. Хотя в центре истории игра сборных СССР и Канады в 1972 году в фильме показаны и факты из личной жизни хоккеиста. После пяти лет совместной жизни жена просит развод, так как чувства остыли, общих интересов не осталось. Муж не готов отпустить любимую. Он предлагает устроить семь необычных ужинов, которые, на его взгляд, помогут им спасти брак. Легкая комедия, которую можно посмотреть на выходных. «Надо мною солнце не садится» Якутский фильм, который рассказывает о молодом человеке Алтане, встретившем старика Байбала. Парень узнает, что у дедушки в молодости пропала дочь. Алтан помогает Байбалу вести видеоблог, чтобы разыскать девушку. Я захотела включить в подборку этот фильм, потому что он невероятно трогательный, добрый, человечный. Итак, сегодня мы с вами поговорили о том, как признаться в своих чувствах. Как называть своих любимых по-русски. Также я показала вам свою подборку русских фильмов о любви. Если у вас еще есть какие-то вопросы, пишите мне их в комментариях. Всем любви! Пока-пока!